За период с 31 декабря по 8 января в Подмосковье были температурные колебания с рекордной амплитудой – от минус 28 до плюс 5 градусов по Цельсию. Зафиксировано пять переходов через отметку 0 – снегопады и ливневые дожди. В связи с этим на коммунальные службы легла дополнительная нагрузка. Прежде всего это касалось расчистки проезжей части. За 9 праздничных дней выпало около 20 сантиметров осадков. На уборке дорог, которых в Одинцовском округе 773, ежедневно было задействовано не менее 50 единиц спецтехники и вывезено более 6 тысяч кубометров снега. Работы проводились в кругосуточном режиме. Цифры ни один уборки, ни один не нарушен. Но так как мы с вами сейчас обсуждали те замечания, на которые нам необходимо обращать, те или иные моменты, реагируем оперативно и принимаем меры. Регламент уборки дорог в снегопад остается прежним. Сначала чистят основные магистрали общего пользования, затем те, которые обеспечивают проезд экстренных служб. Далее все остальные. В зависимости от погодных условий определяются разные сценарии работ по уборке. Также на совещании обсудили состояние общественного транспорта в округе и его работу в празднике. На территории округа осуществляют перевозки по муниципальным маршрутам 10 транспортных предприятий на 259 транспортных средств. Это большой, средний и мал. При подготовке к некомощному сезону в каждом транспортном предприятии назначен ответственный за выпуск автобусов на линию. Обеспечена замена резины, закуплена незамерзающая жидкость, усилен контроль за техническим состоянием отопительной системы автобуса. В новогоднюю ночь на девяти маршрутах в муниципалитете движение общественного транспорта было продлено до трех часов ночи. В остальной праздничный период осуществлялось по расписанию выходного дня. По данным контроля за работой перевозчиков маршрутной сети, самое большое количество сбоев в расписании, задержек и отмен рейсов было зафиксировано у мост-трансавта. Причиной послужили технические неисправности автобусов. Мы получаем огромное количество обращений и негатива от жителей из-за срыва расписания. И, конечно, основная причина – это нехватка подвижного состава, нехватка именно исправного подвижного состава или нового, своевременный ремонт. В сентябре 2022 года в Звенигородский филиал мост-трансавта был передан 21 новый автобус среднего класса, а в январе 2023 на производственную базу в Одинцове – еще пять. В ближайшее время для округа должны выделить еще около 30 машин большого и среднего класса. Глава муниципалитета дал поручение профильным заместителям держать этот вопрос на особым контроле. Наша задача тогда добиться полноценной квоты 25, 30, 35 машин, и чтобы у нас все-таки уже на сегодняшний день было четкое подтверждение. Мы могли уже об этом действительно озвучить и подтвердить жителям, что все-таки ситуация будет меняться.